Приветствую вас, дорогие мои друзья! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас очень интересненькая тема. Это китайский гороскоп для рождённых в год быка. Ну, вы уже в курсе, что 2020 год это год белой металлической крысы по восточному китайскому календарю. Добавлю к этому, что покровитель 2020 года крыса, как говорят сведущие люди, очень своенравная, очень умная и очень трудолюбивая животная. Поэтому, друзья мои, нам идёт предостережение, вам, вернее, идёт предостережение, что нужно очень постараться, чтобы угодить этому животному. Но игра стоит свеч. Награда не заставит вас долго ждать. И эта обаятельная хранительница 2020 года обязательно принесёт удачу тем, кто не боялся перемен и кто усердно трудился. Так чего же ожидать от этого года, друзья мои? Давайте спросим об этом карты Таро. Что они нам скажут? Для гадания я буду использовать две колоды. Новая колода Таро Иллюминатов. И уже знакомая для вас колода. Это колода Таро 78 дверей. Итак, приступим. Начнём расклад с колоды Таро 78 дверей. Я уже их, в общем-то, перемешала. Так что, в принципе, долго останавливаться на этой процедуре не буду. Даже они и не хотят этого. Итак, приступим. Какие изменения ждут вас, друзья мои? Какие ждут вас изменения в этот год крысы? Я имею в виду рождённых в год быка. Какие изменения ждут в отношениях? Начнём с отношений, друзья мои. Какие изменения ждут вас в отношениях? Да, давайте я, наверное, сразу их буду открывать. Немножечко изменю. Ага. Что мы видим, друзья мои? Ну, во-первых, мы видим, что отношения претерпят обязательные изменения. Кто-то из вас, возможно, потребует справедливого к себе отношения. И будет сконцентрирован на справедливости. Кто-то отстранится от каких-то ненужных вам отношений. Или просто перестанет замечать тех людей, которые, по вашему пониманию, не приносят вам пользу. Или вам вредят. Или на вас токсично действуют. Поэтому, естественно, будете от них абстрагироваться. То есть, как бы, вроде проведёте подробный анализ всех ваших контактов, всех ваших отношений, в том числе и любовных, именно по шкале справедливости. Стоит ли дальше продолжать отношения? Или не стоит? Возможно, даже у кого-то ситуации могут дойти и до каких-то юридических. Может, даже и судебных каких-то дел. То есть, как бы, оформление ваших отношений в каком-то статусе, подкреплённом юридическими документами. Если это касается деловых каких-то отношений, то да, вполне возможно, что не исключены разборки с конкретными какими-то людьми. В том числе и судебного характера. Использование консультаций юристов, адвокатов. Ну и тем не менее... И также, друзья мои, такое резкое, ну скажем так, даже не резкое, скорее всего, а, наверное, категоричное, да, категоричное обрывание ненужных связей. Может быть, ещё одна ситуация, друзья мои, что не всем это понравится. Вот ваше такое требование, ваш подход к отношениям, в том числе и любовным, деловым, именно по шкале справедливости. Я вот к тебе так, ты должен тоже ко мне так. И если тот, кто вами манипулировал, если тот, кто вас использовал в своих интересах, в своих целях, то да, не удивляйтесь, эти люди могут исчезнуть из вашей жизни. Могут включить игнор, могут потеряться, всё, что хочешь, может быть. Поэтому будьте к этому готовы, друзья мои. Вот. Ну, я всё-таки предполагаю, что это, скорее всего, будет, как бы, знаете, год ревизии для вас. Да, год ревизии. Ревизии того, стоит ли дальше идти с этими людьми, с этими людьми, по пути ли вам с ними, понимаете. Не будут ли они мешать вашим целям, вашим задачам, и вообще не будут ли мешать вашей жизни. То есть, вот именно такое жёсткое будет принципиальное требование, требование справедливого к вам отношения. Вот так всё непросто. В том числе и в любви, особенно, я думаю, что это будет в любви, потому что... Ну, что говорить, для нас эта тема очень близкая и болезненная всё-таки. Мы более трепетно относимся к отношениям с близкими нами людьми, с отношениями с любимыми людьми, понимаете. Кому мы доверяем, на кого мы надеемся, ну, кого мы очень любим. Вот. Поэтому, может вот такой пройти у вас нюанс. Может такое принести вам год крысы. Так, дальше что у нас? Давайте посмотрим. Профессиональная деятельность. Может, это связано будет только с профессиональной деятельностью. Посмотрим, какие изменения принесёт вам профессиональная ваша деятельность. Так, сейчас я посмотрю, как у меня там... Ага. Ну что? Что мы здесь видим, дорогие мои? Поближе, чтобы вам было видно карта. Что мы здесь видим? Выпала десятка пентаклей. А, кстати, не сказала, здесь карта правосудия выпала и карта десятка жезлов. Здесь у нас выпала десятка пентаклей, влюблённые и туз мечей. Так вот, что же ожидает вас в профессиональной деятельности? Какие изменения? Ну, во-первых, концентрация будет очень... Большая концентрация будет на денежных вопросах. Можно сказать, что как бы вроде бы во главу угла будет стоять именно финансовый интерес, друзья мои. Очень будет важна для вас партнёрская составляющая. Может быть, вполне пойти... Новые союзы можете вы заключать. То есть новые трудовые договора, новые сделки. И эти сделки, они будут для вас не одиночные. Для кого-то это будет сделка, сделки или бизнес, или трудоустройство, или работа, вот какие-то через семейные связи. Для кого-то это будет связано с какими-то партнёрскими отношениями, то есть если это бизнес. Или трудоустройство через какие-то рекомендации. Не просто вот так пришли вы, допустим, с улицы, как говорится, подали резюме, и, как говорится, вас там это самое. Нет. Вот, скорее всего, тут чаще всего будет присутствовать рекомендательный характер вашего трудоустройства. То есть пригласительный характер. То есть люди будут заинтересованы именно в вашей кандидатуре. Вас будут приглашать и, как говорится, вам уже предлагать какие-то, ну, я бы сказала, что даже очень хорошие плюшечки. Потому что у нас всё-таки тут Пентакли лежит, хороший Пентакли, десятка Пентакли. Вот, она говорит, что вы будете довольны. То есть и, в принципе, будете получать не только финансовую какую-то составляющую, приятную для вас, бонусную, но и в то же время та группа людей, в которой вы будете вариться, она вас будет устраивать и в практичном таком смысле, скажем, что вы будете чувствовать, что вы работаете вместе на общее благо, на общее финансовое благо. И каждый, как говорится, знает своё место, каждый знает свою функцию. И в целом, выполняя вот эти, каждым человеком свою личную какую-то функцию, это как раз, вроде бы, как общий механизм, который будет вам приносить именно то, чего вы хотите. Вот как-то так. И, естественно, финансовая составляющая, вот именно в этом русле, она начнёт приносить совершенно новые, новые денежные потоки. И эти потоки, они будут довольно такие, знаете, хорошие, понимаете, хорошие потоки, они вас будут устраивать, очень даже устраивать. И двигать, как вроде бы, двигать вас ещё больше к тем целям, которые вы наметили. Потому что у вас будет не только какой-то такой эмоциональный стимул, да, работать вот именно в этой деятельности, но и будет ещё и материальный стимул. А это когда всё вместе, это очень даёт хороший результат. Что ещё? Что ещё можно сказать? Ну, главное, вот в этих всех картах, друзья мои, вам нужно сделать акцент именно на партнёрство, на поддержку коллег, на поддержку единомышленников, на поддержку начальства. Понимаете, ни в коем случае не забиваться вот в какую-то норочку, вот типа того, что я ничего не знаю, моих отоскраю, да. А вот именно идти на контакт. На контакт, на контакт. Какие-то свои идеи предлагать, какие-то свои мысли. Выслушивать других людей, кто вот в вашем окружении, что они говорят, как они говорят, что они делают. И именно вот вместе вот такой альянс, он вам, как говорится, принесёт и удачу, и прибыль, и удовольствие от того, чем вы занимаетесь. Кстати, не исключено, что кто-то, возможно, даже каким-то новым делом займётся. Новой специальностью, новым видом профессиональной деятельности. Или ваша деятельность, чем вы занимались до того, она примет новое направление, новое ответвление. Близкое к тому, но совершенно в новом ракурсе. Вот как-то так, друзья мои. Так, давайте пойдём дальше. Что у нас? Да, как вот это всё всё-таки повлияет на вас, на вашу личность, скажем так? И повлияет ли вообще? Ну, что сказать? Ну, вначале, конечно, влияние будет, друзья мои, влияние будет. Но оно вам будет... Вот... Сейчас, 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 минуточку. То есть, изменение личности, изменение личности в этот год крысы, оно будет у вас. Но будет оно идти, ну, скажем так, нелегко. Да. Будет идти от вас сопротивление. Может, потому что, ну, как вот сейчас говорят, зона комфорта, да. Так вот, в данном случае, вот все обстоятельства и события, которые будут происходить вокруг вас в этот год крысы, они вас, как бы, ну, не скажу, чтобы насильственно заставят менять вас, вашу личность менять. Ну, тем не менее, без этого, без этого, вот, понимаете, никак. Просто никак. И поэтому через сопротивление, через, может, через споры, через доказывание, что нет, не так. Ну, вот, душа ваша будет, как бы, бороться сама с собой, если можно так выразиться. Вот. Это, скорее всего, знаете, может, даже больше будет проходить на вашем внутреннем, в таком... Внутри вас, в основном. Вот эта борьба будет с самим собой или самой собой. Вот. Ну, тем не менее, факт остается фактом. И я думаю, что, знаете, изменение вас, вашего внутренней, вашей составляющей, оно будет каким-то образом даже стимулироваться, возможно, под воздействием, либо каких-то финансовых перспектив, финансовой составляющей, либо под воздействием людей, которые очень состоятельны и подают, вроде бы, как вам пример, что ли, что вот, смотри, вот, вот, и вы захотите, как бы, подражать им. И вот это даже, может, элемент подражания, он вас тоже, как бы, будет стимулировать к вашему внутреннему изменению, к изменению ваших мыслей, подхода к каким-то вопросам. Вот, и поэтому, кстати говоря, даже, может быть, в вашем окружении появится очень такой для вас солидный человек, в плане солидный, что он для вас, на вас начнёт влиять. Влиять, причём, практично даже влиять, то есть он вам, может, где-то будет вас заставлять работать, может, где-то вас будет стимулировать какими-то финансовыми подарками, не подарками, может быть, манить денюжкой, понимаете, что вот если ты вот это так будешь делать и вот так к этому подходить, вот, то, значит, вот тебе, как вроде бы, и награда будет. Ну, не исключено, друзья мои, что большое влияние всё-таки может оказать какой-то мужчина, да, на ваши изменения, на ваши внутренние изменения. Так, дальше у нас, друзья мои, вступает в действие колода, моя новая колода, второй иллюминатов. Ей мы зададим вот такой вопрос. В чём ждёт вас удача? Где или в чём ждёт вас удача? Так, ой, извините, ещё не привыкла к этой колоде, как говорится, только начала её выкладывать. Так, повешенные, угу, ладно. На что обратить особое внимание? Так, здесь у нас выпала карта смерть, видно? Карты очень насыщенные, очень насыщенные, даже сразу, как говорится, не определить, что там нарисовано, но вот. Тем не менее, очень красочные, и много на них рисунок насыщенный. И ещё два вопроса зададим. Что будет мешать? Ну, а как без этого? Здесь у нас императрица выпала. Интересно. Так вот так вот, наверное, сделаем. И последний вопрос. Что будет помогать? Так, здесь у нас выпала карта справедливость, друзья мои. Вот, опять же, знаете, справедливость, возвращаемся, здесь у нас правосудие, и здесь справедливость. Всё-таки, действительно, это будет для вас очень-очень-очень важно. И будет важно следовать своим вот таким принципам, добиваясь справедливости в отношении вас. Ну, давайте, как говорится, по порядочку. Так, в чём будет удача? Интересно. Аркан повешенный. Вот, знаете, мне идёт такая информация. Удача вас ждёт там, где вам нужно будет идти наперекор, наперекор с привычным чему-то, понимаете? Каким-то принципам вашим, возможно, каким-то даже делам вашим наперекор. То есть, нужно обязательно чем-то пожертвовать. От чего-то может отказаться. И вот именно вот это пожертвование, отказ от той же пресловутой зоны комфорта, если ситуация требует выйти из неё, оно вам как раз и принесёт удачу, друзья мои. Также, вполне возможно, удачу вам принесёт нетрадиционный подход к ситуациям, к обстоятельствам. То есть, надо мыслить, мыслить придётся вам нетрадиционно, креативно. Очень тщательно прислушиваться, если вдруг у вас какое-то озарение наступает, какие-то идеи возникают. Вот надо обязательно анализировать, почему это именно вам пришло в голову, почему вы так считаете, насколько это для вас ценно, и как вы можете это притворить в жизнь, и что оно вам принесёт. Так вот, вот это всё, что я сказал, оно может вам принести удачу. Поэтому будьте обязательно внимательны. Дальше. На что особо обратить внимание? Карта смерти выпала, друзья мои. Карта смерти. Ну, что можно сказать? Карта смерти, она всегда говорит о какой-то трансформации. Причём кардинальной трансформации. О каких-то кардинальных изменениях, вот как до и после, как ночи, день, как, я не знаю, что там ещё, белое-чёрное, понимаете? И вот когда будут происходить такие события, переворачивающие, так скажем, или ваше сознание, или вашу ситуацию, или ваш подход к чему-то, да, обязательно, обязательно обратите на это внимание. То есть, если, допустим, события складываются так, или обстоятельства, что у вас, ну, как бы, вот, если профессиональной деятельности, да, что нужно вот уходить из этого коллектива, или нужно менять этот вид деятельности. То есть, меняйте, меняйте, значит, пришло время. Время, как говорится, забыть и выкинуть, и начать совершенно другой вид деятельности. То же самое аналогично, друзья мои. Если ваши отношения с любимым человеком, или в браке, или в коллективе с кем-то, или с друзьями, с подругами, они, ну, на ваш взгляд, ну, не приносят больше вам ничего. В плане, ни душевная, ну, ни какой-то поддержки. Вы чувствуете, что вас просто высасывает, энергетически высасывает, и использует вас в своих интересах, понимаете. Обрывайте, обрывайте. То есть, они, как бы, уже рушатся, рушатся. Если человек какой-то от вас исчезает, или теряется, или игнорит, не пытайтесь его вернуть. Вот, карта смерти говорит, что обратите внимание, вот, именно на такие обстоятельства. Значит, просто пришло время отказаться. Похоронить. Похоронить отношения, похоронить эту профессию, похоронить этот вид деятельности, этот бизнес. Ну, мало ли что. То есть, забыть, выкинуть и начать новую жизнь. Вот так вот как-то. Дальше, что будет мешать, друзья мои, императрица? Выпала императрица. Роскошная карта. Очень красивая карта. Ну, что можно сказать? Вообще, императрица очень положительная. Во всех отношениях карта, она говорит о человеке, который доволен всем. И не просто доволен, а что он создал это своими руками. И отношения, и брак, и финансовую безопасность, финансовый фундамент. В общем, все у него как вроде бы в шоколаде. Но это почему-то мешает. Так вот, я думаю, не думаю, вернее даже, идет мне такая информация, что нужно проанализировать. Возможно, возможно, именно вот это довольство всем, как вы думаете, что у вас все есть, вам ничего не надо менять. Вот. Нужно все-таки задуматься. А может, нужно наоборот поменять? Может, нужно все-таки вот выйти из такого статуса, что ли? Из такого... Из такого положения, когда ничего не хочется менять. Да. Ну, по крайней мере, надо, друзья мои, обязательно задуматься, как в дальнейшем это будет сказываться. Что вы потеряете? Или что вы найдете, если вы, как говорится, будете в таком статусе, в таком положении находиться дальше? Может, вполне возможно, что мимо вас будут проплывать какие-то шикарные возможности. И как роста вашего духовного, профессионального духовного. Может, как говорится, любимый по судьбе мимо вас пройдет, а вы вот как нарушечке будете сидеть там. Как говорится, все себе сделали. Все у вас комфортненько, все у вас уютненько, все у вас знакомо, все вы знаете, все у вас рассчитано и так далее и тому подобное. Может, как раз и наоборот нужно уйти, уйти из этого состояния. Потому что оно будет вам мешать в дальнейшем развиваться, в дальнейшем получать большие блага материальные, в том числе и духовные. Поэтому почему-то вот карта именно на эту позицию выпала вот в такой великой своей значимости, значимости императрицы. Так, и последняя у нас карта, последняя, что будет помогать. Что будет помогать? Вот то, что я сказала уже, выпала карта справедливости. Ну, опять же, повторюсь, что у нас уже выпала карта правосудия. Здесь в данном случае справедливость. Что можно здесь сказать, друзья мои? Знаете, я так думаю, что карта говорит, что не забывайте о себе. Не забывайте о своих интересах. Не забывайте об интересах своего самого близкого окружения, которые, ну, понимаете, от которых вы чувствуете отдачу. Вы чувствуете их поддержку. Вы чувствуете их любовь. Поэтому старайтесь сохранять вот эту гармонию. Гармонию вокруг себя. Гармонию в душе. Гармонию в отношениях. Гармонию в подходе к каким-то профессиональным делам. То есть у вас не должно быть нарушения душевного, я бы так сказала даже. В первую очередь, душевного нарушения. Душевного противодействия тому, чего вы делаете или с кем вы там общаетесь. Должен быть обязательно соблюдаться какой-то баланс. Должен соблюдаться какой-то... Да, должны соблюдаться какие-то, понимаете, границы. Ну, вот хочется сказать границы приличия. Нет. Здесь, конечно, не о приличиях вопрос. А именно границы справедливости. Вот это будет вам очень, даже очень помогать. В первую очередь. То есть что бы вы ни делали, о чем бы вы ни говорили, с кем бы вы ни общались, то есть вы всегда прислушиваетесь к себе. А вам это надо? А что это вам даст? А принимает ли ваша душа? Отвечает ли... Вернее, так... Ну да, отвечает ли ваша энергетика с энергетикой тому, с кем вы общаетесь и чем вы занимаетесь? Может, у вас идет ярое противодействие. То есть старайтесь как-то гармонизировать, гармонизировать все стороны своей жизни. Вот такой получился расклад, друзья мои. Вот такие ответы нам дали карты Таро на наши вопросы. То есть какие изменения несет вам год крысы. На этом я заканчиваю свою, как говорится, свою трактовочку. Я желаю вам, пусть все у вас будет хорошо. Пусть у вас будет гармония в душе, гармония в окружении, гармония в доме. Пусть у вас будет погода в доме очень хорошая, приятная. Пусть вас сопровождает взаимопонимание. Взаимопонимание с людьми. Особенно с любимыми людьми. Особенно для вас важными людьми. Пусть у вас душа поет и радуется, когда вы чем-то, где-то вы работаете, чем-то занимаетесь. То есть в вашей профессиональной деятельности. Пусть финансы у вас будут. Пусть у вас денежки будут всегда и много. И чтоб на все хватало. Будьте счастливы, дорогие мои представители. Даже не знака. Будьте счастливы те, кто родились в год быка. Всех благ вам. И до новых встреч на моем канале.